Мы с вами должны будем по краю делать как наметывание, то есть небольшие стежки такие, некрупные. Шелк, ножницы, нитки и иголки, бусины для декорирования. Освоить секреты рукоделия участникам акции «Белый цветок» помогает Екатерина Нагимова. Когда-то давным-давно занималась на декоративно-прикладном кружке. Вот провожу, потому что владею как раз навыками сбора несложного цветка. И хочется тоже внести свой вклад. Плюс, если есть возможность позвать побольше народа, издать побольше цветов, тоже очень хорошо. Глядя на эти цветы из ткани, кажется, что их создавал настоящий мастер. Но на самом деле сделать такие же реалистичные ромашки сможет каждый. С ниткой и иголкой справляются даже мужчины. У меня все отлично, почти готовая ромашка, настроение выше фарватера. Пока не знаю, что делать дальше. Будем учиться. Почему решили принять счастье в акции? Во-первых, суббота, свободное время. Почему бы не посвятить его получению какой-то новой информации, плюс благотворительная акция? Непривычно, но так нормально получается. Как вы относитесь к благотворительной акции? Ну хорошо, мне вот только в колледже сказали, я сразу согласился на это. Учителя, работники администрации, студенты, нефтяники. Мастер-класс «Белый цветок» собрал вместе людей разных возрастов и профессий. Рукотворные ромашки создаются не для красоты, а ради высокой цели. В этот морозный день в Когалыме расцвели ромашки. Их сделали своими руками участники благотворительной акции. Их получат те, кто пожертвовал средства в фонд детям-инвалидам на концерте 11 февраля в молодежном центре метро. С инициативой проведения благотворительного концерта, на котором планируется сбор денежных средств, выступила рабочая молодежь. Идея благотворительного концерта неожиданно появилась сразу у разной молодежи. В 2015 году она впервые была озвучена в наш адрес молодыми специалистами Когалым нефтегаза. В этом году мы наконец-то нашли силы, всех собрали, со всеми согласовали и решили провести этот благотворительный концерт. Под названием «Белый цветок». Поэтому тут нельзя сказать, что это идея одного человека, это идея всех, это общее доброе дело. Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду «От сердца к сердцу». Участники мастер-класса надеются, что их вклад в акцию даст юным когалымчанам, которые нуждаются в помощи, надежду на исцеление. Я думаю, что это очень нужно нашему городу, нужно нашей молодежи. Искренне надеюсь, что этот концерт поможет нам объединиться, лучше узнать друг друга и послужит благим началом новых добрых дел. Благое дело под силу каждому. Средства можно перечислить на счет фонда «От сердца к сердцу» с пометкой «Дарение». Или положить в боксы для сбора помощи в день проведения молодежного благотворительного концерта в метро. Катерина Дементьева, Алексей Николаев. Специально для новостей.